Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Три царства медное, серебряное и золотое». Итак, в то давнее время, когда мир Божий наполнен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки. В то время жил-был царь по имени Горох с царицею Анастасией Прекрасную. У них было три сына царевича. Сотряслась беда немалая, утащил царицу нечистый дух. Говорит царю большой сын, «Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать матушку». Поехал и пропал. Три года про него ни вести, ни слуху не было. Стал второй сын проситься, «Батюшка, благослови меня в путь-дорогу, а вось мне посчастливится найти и брата, и матушку». Царь благословил, он поехал и тоже без вести пропал, словно в воду канул. Приходит к царю меньшой сын Иван-царевич, «Любезный батюшка, благослови меня в путь-дорогу, а вось разыщу и братьев, и матушку». «Поезжай, сынок». Иван-царевич спустился в чужедальнюю сторону, ехал, ехал и приехал к Синюю морю. Остановился на бережку и думает, куда теперь путь держать? Вдруг прилетели на море. Тридцать три колпицы ударились озим и стали красные девицы. Все хороши, а одна лучше всех. Разделись и бросились в воду. Много ли, мало ли они купались? Иван-царевич подкрался, взял у той девицы, что всех краши, кушачок и спрятал за пазуху. Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться. Одного кушачка нет. «Ах, Иван-царевич», — говорит красавица, — «отдай мой кушачок». «Скажи прежде, где моя матушка?» «Твоя матушка у моего отца живет, у ворона Вороновича. — Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка, золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди». Иван-царевич отдал ей кушачок и пошел вверх по морю. Тут повстречал своих братьев, поздоровался с ними и взял с собою. Идут они вместе берегом, увидали серебряную птичку, золотой хохолок, и побежали за ней следом. Птичка летела, летела и бросилась под плиту железную, в яму подземельную. «Ну, братцы», — говорит Иван-царевич, — «благословите меня вместо отца, вместо матери. Опущусь я в эту яму и узнаю, какова земля и, наверное, не там ли наша матушка». Братья его благословили. Он сел на реле, полез в ту яму глубокую и спущался, ни много ни мало, ровно три года спустился и пошел путем дорогою. Шел, 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 увидал медное царство. Во дворце сидят тридцать три девицы-колпицы. Вышивают полотенца хитрыми узорами, городками с пригородками. «Здравствуй, Иван-царевич», — говорит царевна медного царства, — «куда идешь? Куда путь держишь?» «Я пойду свою матушку искать. Твоя матушка у моего отца, у ворона Вороновича. Он хитер и мудер, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал. Он тебя, дробь добро молотца, убьет. Вот тебе клубочек, ступай к моей средней сестре, что она тебе скажет. А назад пойдешь, меня не забудь». Иван-царевич покатил клубочек и пошел вслед за ним. Приходит серебряное царство. Там сидят тридцать три девицы-колпицы. Говорит царевна серебряного царства, «До селева русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать, а нонче русский дух воучию проявляется». «Что, Иван-царевич, — отделал и тэш, — а ли дело пытаешь?» «Ах, красная девица, иду искать матушку. Твоя матушка у моего отца, у ворона Вороновича. И хитер он, и мудер, по горам, по долам летал, по вертепам, по облакам носился. «Эх, царевич, ведь он тебя убьет». «Вот тебе клубочек, ступай-ка ты к меньшей моей сестре. Что она тебе скажет? Вперед ли идти, назад ли вернуться?» Приходит Иван-царевич к золотому царству. Там сидят тридцать три девицы-колпицы. Полотенца вышивают. Всех выше, всех лучше, царевна, золотого царства. Такая краса, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит она. «Здравствуй, Иван-царевич, куда идешь? Куда путь держишь?» «Иду матушку искать. Твоя матушка у моего отца, у ворона-вороновича. И хитер он, и мудер по горам, по долам летал, по вертепам, по облакам носился. Эх, царевич, ведь он тебя убьет. На тебе клубочек, ступай в жемчужное царство. Там твоя мать живет. Увидя тебя, она возрадуется и тотчас прикажет. «Няньки, мамки, подайте моему сыну зелено вина. А ты не бери. Проси, чтоб дала тебе трехгодовалого вина. Что в шапку стоит? Да горелую корку на закуску. Не забудь еще, у моего батюшки есть на дворе два чана воды. Одна вода сильная, а другая малосильная. Переставь из места на место и напейся сильной воды». Долго царевич с царевной разговаривали и так полюбили друг друга, что и расставаться им не хотелось, а делать было нечего. Попрощался Иван царевич и отправился в путь дорогу. Шел, шел, приходит к жемчужному царству. Увидала его мать, обрадовалась и крикнула. «Мамки, няньки, подайте моему сыну зелено вина. Я не пью простого вина, подайте мне трехгодовалого, а на закуску горелую корку». Выпил трехгодовалого вина, закусил горелую коркою, вышел на широкий двор, переставил чаны с места на место и принялся сильную воду пить. Вдруг прилетает ворон Воронович. Был он светел, как ясный день, а увидал царевича Ивана и сделался мрачней темной тучи. Опустился к чану и стал тянуть бессильную воду. Тем временем Иван царевич пал к нему на крылья. Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его по долам и по горам и по вертипам и облакам и начал спрашивать, «Что тебе нужно, Иван царевич? Хочешь, казной наделю? Ничего мне не надобно, только дай мне пасашок-перышко». «Нет, Иван царевич, больно в широкие сани садишься». И опять понес его ворон по горам и по долам, по вертипам и облакам. Иван царевич крепко держится, налег всею своей тяжестью и чуть-чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул тогда ворон Воронович, «Не ломай ты мои крылышки, возьми пасашок-перышко». Отдал царевичу пасашок-перышко, сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы. А Иван царевич пришел в жемчужное царство, взял свою матушку и пошел в обратный путь. Смотрит, жемчужное царство клубочком свернулося, да вслед за ним покатилося. Пришел в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное. Взял, повел с собою трех прекрасных царевен. Отец царства свернулись клубочками, да за ними ж покатились. Подходит к релям и затрубил золотую трубу. «Братцы, родные, если живы, меня не выдайте». Братья услыхали трубу, ухватились, зарели и вытащили на белый свет душу красную девицу, медного царства царевну. Увидали ее и начали меж собою ссориться. Один другому уступить ее не хочет. «Что вы бьетесь, добрые молодцы? Там есть еще лучше меня, красная девица». Царевичи опустили рели и вытащили царевну серебряного царства. Опять начали спорить и драться. Тот говорит, пусть мне достанется, а другой не хочу, пусть моя будет. «Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть еще краше меня девица». Царевичи перестали драться и опустили рели и вытащили царевну золотого царства. Опять было принялись ссориться, да царевна красавица тотчас остановила их. Там ждет ваша матушка. Вытащили они свою матушку и опустили рели за Иваном царевичем. Подняли его до половины и обсекли веревки. Иван царевич полетел в пропасть, крепко ушибся и полгода лежал без памяти. Очнувшись, посмотрел кругом, припомнил все, что с ним сталося. Вынул из кармана посошок перышка и ударил им о землю. В ту же минуту явилось двенадцать молодцев. «Что, Иван царевич, прикажете?» «Вынесть меня на вольный свет». Молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет. Стал Иван царевич про своих братьев разведывать и узнал, что они давно поженились. Царевна из Медного царства вышла замуж до среднего брата, царевна из Серебряного царства за старшего брата, а его нареченная невеста ни за кого не идет. И вздумал на ней сам отец старик жениться. Собрал думу, обвинил свою жену в совете злыми духами, и велел отрубить ей голову. После казни спрашивает он царевну из Золотого царства, «Идешь за меня замуж?» «Тогда пойду за тебя, когда сошьешь мне башмаки и безмерки». Царь приказал клич-кликать, всех и каждого выспрашивать, не сошьет ли кто царевни башмаков безмерки. На ту пору приходит Иван царевич в свое государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю. «Ступай, дедушка, бери на себя это дело, я тебе башмаки сошью, только ты на меня не сказывай». Старик пошел к царю. «Я где готов за эту работу взяться?» Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает, «Да, потрофишь ли ты, старичок? Не бойся, государь, у меня сын Чеботарь». Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану царевичу, тот изрезал товар в куски, выбросил за окно, потом растворил Золотое царство и вынул готовые башмаки. «Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю». Царь обрадовался, пристает к невесте. «Скоро ли к венцу ехать?» Она отвечает, «Тогда за тебя пойду, когда сошьешь мне платье без мерки». Царь опять хлопочет, сбирает к себе всех мастеровых, дает им большие деньги, только что платье без мерки сшили. Иван царевич говорит старику, «Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе платье сошью, только на меня не сказывай». Старик поплелся во дворец, взял атласов и бархатов, воротился домой и отдал царевичу. Иван царевич тотчас же за ножницы изрезал на клочки все атласы и бархаты и выкинул за окно. Растворил золотое царство, взял оттуда, что не есть, лучшее платье и отдал старику. «Неси во дворец». Царь родеханик, что невеста моя возлюбленная, не пора ли нам к венцу ехать?» Отвечает царевна, «Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмешь старикова сына, довелишь в молоке сварить». Царь не задумался, отдал приказ. И в тот же день собрали со всякого двора по ведру молока, налили большой чан и вскипятили на сильном огне. Привели Ивана царевича. Начал он со всеми прощаться, в землю кланяться, бросили его в чан. Он раз нырнул, другой нырнул, выскочил вон и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит царевна, «Посмотри-ка, царь, за кого мне замуж идти? За тебя ли, старого, или за него, доброго, молодца?» Царь подумал, «Если и я в молоке искупаюсь, таким же красавцем сделаюсь». Бросился в чан и сварился в молоке. А Иван царевич поехал с царевной из золотого царства венчаться. Обвенчались и стали жить-поживать, добра наживать. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий и жми на колокольчик. До встречи в новых видео!